Итоги недели За 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях И к чему необходим компетентный комментарий Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы Торжеством Мельпомены Брест вновь встречает своих поклонников В областном центре прошло торжественное открытие 27-го международного театрального фестиваля «Белая Вежа» Фундаментальность белорусского высшего образования должна быть подкреплена Серьезным набором прикладных навыков у молодого специалиста На базе открытого акционерного общества «Цветотрон» холдинга «Интеграл» Прошла церемония открытия филиала кафедры электронных вычислительных машин И систем Брестского государственного технического университета Громкие семейные скандалы, слезы, упреки, рукоприкладства Проблема домашнего насилия была и остается по сей день В Доме правосудия города Бреста прошло родительское собрание «Стоп насилия» О личных рекордах, поездках, травмах и об организованных турнирах Большое интервью Виктора Браченя, заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Многократного чемпиона мира и Европы по армрестлингу И самый титулованный армрестлер в Беларуси нашему корреспонденту Василию Небускевич В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем Театр начинается с вешалки, а белая вежа с любви зрителя 27-й международный театральный фестиваль приветствует участников и искушенных театралов на подмостках Брестского академического театра драмы На протяжении недели лучшие театральные коллективы со всего мира представят обширную программу от классических произведений до современных экспериментальных постановок И все они отличаются тщательной проработкой, актерским мастерством, красочными декорациями и захватывающей сюжетной линией Организаторы фестиваля также подготовили ряд дополнительных мероприятий, включающих концерты и разборы спектаклей Это отличная возможность для зрителей и театральных работников получить новые знания и опыт обменяться идеями и узнать о последних тенденциях в театральном искусстве Чем удивляло открытие белой вежи и каким получился первый фестивальный день, расскажет Василина Буцкевич Дайте мне точку опоры и я переверну землю, писал Архимед Позвольте театру проникнуть в ваши души и он изменит ваше восприятие мира, скажу я вам Белая вежа 2023 распахнула двери для любителей этого сложного и многогранного искусства 28 спектаклей от 28 коллективов 9 стран-участниц и показ спектаклей на 5 языках Белорусском, Русском, Армянском, Казахском и Словенском И вся эта театральная феерия здесь, в Бресте Пожалуй, самое ожидаемое событие года Белая вежа традиционно встретила гостей праздника оркестром Фринский городской духовой оркестр задавал настрой и будто предвкушал то, что предстоит увидеть зрителю на сцене Среди множества театралов встречаем и друзей, и высоких гостей Наша фестивальная карта настолько разнообразна, затрагивает различные аспекты культуры И вот этот фестиваль театральный, он является жемчужиной этой фестивальной карты И несмотря на то, что лето закончилось, так уже привыкли, что лето фестивальный сезон Но нет, этот красивый, бархатный, осенние вот эти дни мы встречаем на театральных подмостках Безусловно, та широкая палитра страновая, которая представлена на этом фестивале Она нам уже дает понять, что это не местечковый, не региональный и даже не областной фестиваль Это фестиваль действительно республиканского и международного значения Я не постоянный, наверное, в театральном искусстве, но в последние годы, да, супруга Мы обязательно бываем на открытии и закрытии, в промежутках смотрим те постановки, которые предлагают наши зарубежные друзья Поэтому, что касается театра, вы сегодня видите, что с простого фестиваля мы доросли до уровня международного Подтверждение это тому, что даже на сегодняшний момент заявлено порядка 90 стран-участниц, которые покажут свои работы на уже, так скажем, сцене Бреста И по праву, наверное, мы, нужно сказать, являемся театральной столицей республики Белару С момента старта первого театрального фестиваля за более чем 25-летнюю историю культурного форума в нем приняли участие коллективы из 60 стран мира Было показано более 700 спектаклей Но без сюрпризов не обходится каждый год, поэтому 27-й форум не исключение 27-й театральный фестиваль открылся Будет показано 28 спектаклей на наших площадках театральных, которые мы подготовили Спектакли разноплановые, интересные Каждый зритель найдет для себя то, что ему интересно, что для души и что его порадует А также для наших любителей вообще театра Атмосферы театральные будут подготовлены театрально-развлекательные мероприятия Церемонию открытия вели заслуженная артистка Беларуси, директор театра юного зрителя Вера Полякова-Макей И директор Брестского академического театра драмы Анна Синковец Открыл театральный форум председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский Мне хочется от себя пожелать всем вам приятного просмотра Нашим участникам креативного показа, чтобы мы их запомнили И чтобы последующие фестивали были у нас больше и масштабнее Первая постановка нынешнего фестиваля – детище Национального академического драматического театра имени Горького Рок-опера «Граф Монте-Кристо» удивляла не только масштабностью, но и несколько современным прочтением «Граф Монте-Кристо» родила графа, стала смесьем, поставь из праха И поменял свою морецкую рубаху на вышитый концов из золотого стапана Что тут сказать, что нашим миром правят деньги, а не решать, что с кем выходит кто последний Когда в руках изъявишь миллионов триста, легко искать на место Графа «Граф Монте-Кристо» Для меня это не новый формат, уже была отвечная песня, уже много за спиной фрагментов из моих спектаклей С рок-музыкой, с какими-то классическо-роковыми аранжировками Тимур Калиновский – мой соратник, друг, композитор, с которым мы работаем с 1996 года То есть Игорь Скрипка, талантливый драматург, либретист, мой друг, с которым мы тоже работаем с 2000 года Поэтому это как бы проверенная команда Я был уверен в том, что мы должны попробовать, потому что «Одвечная песня» была в 2002 году И как-то за 20 лет накопилось много идей каких-то, много музыкальных решений А родилось-то все очень спонтанно Мы разговаривали с моей дочкой, художник-сценограф Александр Карнажицкая И как-то я выразил мысль, говорю, какую бы взять книжку, которая лежит на каждой книжной полке, в каждом доме И сделать из нее рок-опил И Саша мне как-то подсказал, говорит, а возьми графа Монте-Кристо Я сначала как-то говорю, какой граф? Что ты сказала? Ну-ка повтори, повтори, граф Монте-Кристо И у меня как-то сложился музыкальный ход в голове, я продумал Что из этого может получиться рок-опера Ну и вот предложил Тимуру и Игорю, давайте-ка соберемся И вот мы где-то два с половиной года работали в режиме рок-группы Известный всем сюжет, персонажей которых мы знаем с детства Жизнь моряка Эдмонте Дантеса в одно мгновение превращается в ад Зависть недругов превращает его в узника на долгих 17 лет Он теряет семью, любимое дело, свободу и невесту, прекрасную Мерседес О маленьком человеке, о его победах и поражениях, о его страсти и любви Поется в рукопере граф Монте-Кристо Больше всего я не люблю, когда артисты поют Вот поверьте, это самое страшное Когда актер начинает думать, что он эстрадная звезда и начинает петь Я тогда просто умираю Вот, и я сказал ребятам так Чтобы сделать этот материал, петь нельзя Ну и не петь нельзя Вот, и пошли репетиции Невероятная музыка, написанная Тимуром Калиновским Яркая хореография Дмитрия Залеского И впечатляющее сценическое оформление Вениамина Маршака В этой постановке получилось все Чтобы прослыть настоящим театралом, нужно соблюдать несколько простых правил Одеться красиво и по случаю, обязательно купить программку Не просить у соседа бинокль, а от себя добавим сходить в буфет во время антракта Чтобы поделиться с коллегами по просмотру впечатлениями И узнать пару интересных фактов у мэтров зрительского дела Ну я очень впечатлена, я жду продолжения Мне даже не хотелось этого антракта Мне хотелось уже скорее посмотреть Очень классная игра актеров И настолько эмоционально Я сидела и думала, как можно так отдаваться этой своей работе И как можно так искренне вести себя на сцене И настолько проживать свою роль Очень здорово Мы очень рады находиться на премьере этого спектакля На открытии фестиваля Очень нравится спектакль Даже неожиданно такая роковая постановка Получаем удовольствие Спасибо большое Мне тоже очень нравится Ну именно вот музыка, постановка Все очень органично, все музыкально Получаем удовольствие Спектакль выше наших ожиданий Мы сегодня не могли прийти Во-первых, сегодня открытие Во-вторых, интерес к тому, что драматический театр привез рок-оперу Это как-то вот на первый взгляд не вкладывается в голове Как может драматический актер перевоплотиться в опереточного Ладно, роль сыграть это еще как-то понятно Ну а голоса? Откуда взять голоса? Но вместе с тем все превзошло наше ожидание Граф Монте-Кристо Такую историю о возмездии справедливости, любви и предательстве А также о той дороге, начало которой мы выбираем сами Дано сыграть не каждому Но убедительность и чувственность актера Руслана Чернецкого Который подарил зрителю образ графа Монте-Кристо Не оставил равнодушным никого Во-первых, это Это, ну Если не сказать Самое любимое мое, наверное, произведение Как оказалось Потому как прочитал его осознанно я Уже в осознанном возрасте Благодаря Сергею Михайловичу Вот А как вообще можно в принципе отказаться от рок-оперы Вы что, я же старый металюк Не-не-не Конечно, когда Сергей Михайлович предложил Я прям с удовольствием Три года к этому готовился Три года все это сочинялось И это было прекрасно Как можно отказаться от такой рок-оперы Зрителю прекрасно принял Он такой внимательный сегодня сидел, слушал Но потом в конце понятно было, что Не зря внимательно слушал Потому что, скажем так, когда Зритель всегда реагирует на все Это тоже немножко настораживает Потому что, ну, значит Хочется шоу, наверное, зрителю А здесь зритель хочет не только шоу Но еще и подумать над чем-то На протяжении всего спектакля И вот он у нас сегодня такой был вдумчивый И, но по финалу В финале, когда Когда понятно было И когда наконец включился свет И мы увидели глаза И я вам скажу, что да Все было не зря Финальным сюрпризом первого фестивального дня Стал коллектив оригинального жанра Рэй-шоу Огненное шоу поражало Количеством реквизита И бесстрашностью артистов Ходули, огнеметы, пиротехника Огненные крылья, цветной дым И другие эффекты Поэтому мы с уверенностью можем сказать Что между белой вежей и зрителем Точно пробежала искра А сама театральная феерия Проходит с огоньком Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк Юрий Лимонтович, Новости Бреста Сейчас о других не менее актуальных темах В программе итоги недели 1 сентября отгремело Праздничное ярко А мероприятия торжественные Продолжаются Накануне на базе Открытого акционерного общества Цветотрон Холдинга Интеграл Прошла церемония Открытия филиала Кафедры электронных вычислительных машин И систем факультета Электронно-информационных систем Брестского государственного технического университета Это бесспорно важное событие И для учреждения образования И для предприятия Ведь сегодня И это неоднократно подчеркивал И акцентировал президент Беларуси Вузы должны быть настроены На более практико-ориентированную подготовку специалистов А также на особенности развития Той или иной сферы В данном случае микроэлектроники Ректор БРГТУ Сергей Каспирович подчеркнул Фактически мы продолжаем то направление По которым у Брестского технического университета Наработаны серьезные компетенции Все подробности в материале Ларисы Осмолович Преобразование в системе высшего профессионального образования Об этом сегодня говорят много И не забывая Старые методики преподавания Внедряются новые формы обучения Современное высшее образование Направлено на поиск приемлемых путей подготовки Профессионально компетентных специалистов С новым образом мышлений Обладающих всесторонними знаниями Готовых к самостоятельному решению Профессиональных задач И профессионально мобильных В Брестском государственном техническом университете Курс на это направление Взят давно и сегодня Успешно реализуется Мы являемся головной организацией По сопровождению нашей региональной научно-технической программы Брестской области И конечно же мы имеем очень успешные практики С Брестоболгазом Инженерные классы Мы опередили всех Фактически инженерные классы Сейчас это такой республиканский проект Но мы уже создали инженерные классы год назад И они работают под заказ Брестоболгаза В двух наших учреждениях общего среднего образования Гимназия номер 2 Города Брест и 20 школа И мы видим очень серьезные результаты У ребят, которые там обучаются Они конечно же настроены учиться у нас дальше Получают специальность в области инженерии Но они и уже на школьной скамье Создают интересные проекты Которые представляются на такие серьезные мероприятия Как 100 идей для Беларуси Которые побеждают Которые предоставляются на международные конкурсы Конечно такой абитуриент для нас очень ценен И мы без сомнения скажу Можем вырастить из него крутого специалиста Открытие филиала кафедры ЭВМ И систем факультета электронно-информационных систем Брестского государственного технического университета Это продолжение успешной работы И очередной шаг с прицелом на будущее Формирование профессиональной компетентности Будущих специалистов обусловлено остротой Образовывающихся в мире социальных Культурных и экономических проблем Этот тезис звучал от всех участников торжественного открытия А это и ученые, промышленники, руководство района и студенты В последнее время и главой государства было отмечено то, что Развитие высококвалифицированных кадров в электронике и микроэлектронике Это сейчас одно из важнейших направлений Поэтому инженеры и их углубленное обучение Сейчас стоит это как одно из основных направлений развития образования Поэтому для своих специалистов подготовки непосредственно на ООО «Цветотрон» Это и преследовалось как главная задача Брестский технический университет на протяжении многих лет Был и остается площадкой активного внедрения передовых решений в процесс обучения Открытие филиала ЭВС и систем на базе «Цветотрона» Это выверенное решение, цель которого – создание необходимых условий По организации учебного процесса для подготовки инженеров, бакалавров и магистров По специальностям промышленная электроника, электронной системы и технологии Мы продолжаем те направления, по которым у Брестского технического университета Наработаны серьезные компетенции Это направление связано с микроэлектроникой, созданием соответствующих продуктов Которые востребованы и в реальном секторе экономики И могут иметь где-то и двойное назначение Конечно же, продукция, которая создается на «Цветотроне», наукоемкая, инновационная Поэтому и подготовка кадров должна проводиться на соответствующем уровне Кроме фундаментальности, которая свойственна в целом белорусскому высшему образованию Нам необходимо обеспечить и серьезный набор прикладных навыков, практических навыков Для того, чтобы специалист, придя на предприятие, собственно говоря, быстро, оперативно вливался в решение тех задач, которые стоят Потому что завтра уже будет поздно Созданный филиал ЭВМ и систем факультета электронно-информационных систем БРГТУ на базе «Цветотрона» Это высокая степень практикоориентированности Это реальное проведение порядка десятка дисциплин на базе филиала Для этого созданы все условия Площадь всего филиала составляет 227 метров квадратных Здесь две лаборатории и одна аудитория для чтения лекций Кроме того, есть помогательные помещения, удобные для того, чтобы студенты могли здесь удобно размещаться Рядом производство «Цветотрона», которое, в принципе, мы можем использовать Здесь стоит специализированное оборудование Это оборудование в основном производства Республики Беларусь И, конечно, я понимаю, что развитие этой лаборатории с точки зрения существует С точки зрения ее оснащения существует И это дальнейшая наша задача Создание кафедры – это для нас шаг в будущее Мы здесь не пришли в настоящий момент как временщики Это показано, что на самое серьезное намерение Оборудование, которое используется у нас, оно специфическое Оно в свое время разрабатывалось именно самим предприятием В большинстве случаев где-то заказывалось очень и очень специфично Поэтому как раз очень важно и ценно, чтобы они научились работать именно на таком специфическом оборудовании Для нас это важно Ну и, соответственно, параллельно будут решаться какие-то вопросы, задачи, которые мы, как уже говорили, будем ставить перед кафедрой Да, возможно, какие-то фундаментальные задачи будем ставить И уже совместно решать, и уже внедрять активно в производство И дальше на несколько шагов вперед смотреть Еще один нюанс Создание филиала – это дополнительный набор компетенций И для преподавателей вуза, и для сотрудников Цветотрона Мы представляем четко и ясно, что будут занятия и прямо на производстве Студенты будут и не только наблюдать за процессом, но и вовлекаться в совершенствование технологических процессов Мы понимаем, что это и дополнительный набор компетенций для наших преподавателей Которые будут вместе с работниками предприятия фактически вести занятия Чередуясь вместе Соответственно, это и серьезное повышение квалификации И это надежда на то, что мы более динамично будем идти к инновациям в этой сфере Повторюсь, продукция, которая создается в сфере микроэлектроники, сегодня востребована во всем мире В первую очередь это даст колоссальный опыт Потому что, как уже говорили, когда человек приходит на завод, ему говорят сразу Все, забудьте все, что было в университете, взянувы обучайтесь А так мы уже будем все знать, уже будем применять свои знания в правильном русле И не придется, грубо говоря, не тратить время в пустое И смотри, здесь уникальная возможность создавать какие-то свои разработки Да, и сразу их внедрять в современное производство То есть не просто ради какой-то оценки или курсовой работы А сразу, чтобы люди использовали по делу и применяли с пользой Создавать технологии будущего – это миссия Брестского технического университета Поэтому уже сегодня здесь ведется активная работа по созданию центра компетенции В области цифрового инжиниринга и создании робототехнических комплексов Где будут проходить обучение студенты вузов всей страны День, который объединяет В 2021 году в календаре Республики Беларусь появился новый государственный праздник Который отмечают 17 сентября – День народного единства Дата не случайная – 17 сентября 1939 года началось воссоединение с Западной и Восточной Беларуси Потому сегодня так важно, чтобы каждый белорус нашел в этом празднике личный смысл Накануне на территории Брестской области в преддверии праздника прошел молодежный межобластной форум Который собрал порядка 50 человек Лидеров молодежных организаций БРСМ Гомельщины – третьего региона страны Для того, чтобы ознакомиться с реализацией государственной молодежной политики в первом регионе Какая Беларусь сейчас и какой она будет в будущем, зависит от молодого поколения В нашей стране молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений в деятельности государства Только за последние несколько лет реализовано множество молодежных программ и проектов Наряду с этим большое внимание уделяется развлечениям, спорту и рабочим местам Каждая область Беларуси старается использовать доступные ресурсы для работы с молодежью У каждой из них индивидуальные наработки На межобластном молодежном форуме Брещина поделилась опытом со специалистами из Гомельской области Одной из важных точек программы является, конечно, открытый диалог Где мы пригласили молодежь, именно в Беларусской республиканской союзе молодежи Приследили работающие молодежи на диалог То есть очень важно нам поговорить, поделиться мнениями К такому большому празднику Дню народного единства Как он отмечается в наших регионах, как он будет отмечаться Очень важно переговорить, конечно, и о реализации сферы молодежной политики Какие проекты и программы есть в Гомельской области Мы поделимся, какие проекты и программы есть у нас Это очень важно, что диалог обещает быть открытым Потому что действительно молодежь заряжена на вопросы И эти вопросы я и сам хочу позадавать, конечно, нашим коллегам Особенно важно реализация успешных практик Потому что тот опыт, который есть в наших двух областях Он должен быть проанализирован и использован непосредственно в нашей территории С нашими молодыми людьми Целью форума является создание единой молодежной диалоговой площадки Брестской и Гомельской областей Развитие социально значимых личностных качеств молодежи А также обмен опытом по применению новых форум в работе с молодежью И организации занятости Повышение престижа, патриотического воспитания среди молодежи А еще выявление талантливых молодых людей Раскрытие и поддержка их творческого потенциала А также укрепление культурных, профессиональных, творческих и деловых связей Между Брестской и Гомельской областями Это отличная возможность, чтобы обменяться опытом С другими представителями, с другой областью Это просто колоссально должен быть труд Мы приехали устраивать прямо мозговой штурм Мы приехали обсуждать общие насущие проблемы Которые связывают нас Придумывают новые проекты, новые инициативы И выходы их решения Привезли очень много интересного На самом-то деле Все и не упомнишь Очень много проектов по взаимодействию между молодежью Очень много общих проектов Например, таких как взаимодействие на различных территориях Деление опытом Каким-либо нашим опытом Их опытом Также международное сотрудничество Мы хотели бы укрепить Чтобы мы плотно общаемся с городом Ивыкса по Братиму Жлобин Общаемся с Российской Федерацией в целом И хотели бы подключить сюда Также и Брест, и Брестскую область Мероприятие состоялось по инициативе гомельчан Которые стремятся не только более тесно подружиться с молодежью Брещины Но и обсудить вопросы Которые касаются нового государственного праздника Который отмечают 17 сентября День народного единства Очень важно делать такие мероприятия Именно приуроченные ко дню народного единства Тем более, что этот прекрасный форум Мы проводим не у себя в Гомельской области Мы решили в этот раз выехать к вам в гости В Брестскую область Что нам, несомненно, очень важно В рамках нашего сотрудничества И очень приятно находиться здесь сегодня Потому что так тепло Нас еще нигде, наверное, не встречали Правда Столько нового узнать О Брестской области И о конкретно городе Береза О его истории Что нам, кстати, очень важно Вспоминать в день народного единства Наверное, впечатление оставило неизгладимое Даже Это поездка в первый день Один из первых вопросов, который прозвучал от специалистов Адрес молодежи Это что для вас единство Единство Это как раз-таки про какие-то положительные качества Вот сейчас мы слышали Говорили, что единство Это именно про положительные качества Это про взаимопонимание Взаимолюбовь, уважение И единство приводит к тому Что люди созидают Трудятся и ведут государство Или какую-то общность Или общество Это маленький перстик вперед Как у нас празднуется День народного единства Это велопробеги Возжижение цветов Это дань памяти И это тоже единство Что же до единства То Думаю, это сложный вопрос Но Для меня Единство Это Когда люди Собираются вместе И добиваются Какой-то Своей цели Еще один вопрос Которому Также придали особое значение Это Что нужно организовать Чтобы заинтересовать молодежь Праздновать день единства Формы различные Очень много На самом деле И используя Какие-то формы Которые можно использовать На сплочении людей Это квесты Это слеты Это челленджи Это фотомарафоны Это флешмобы Различные Которые Состочают Не двоих людей А нас Чтобы у нас было много Миллионы Так сказать И чтобы мы восстановились Одним целым Это различные конкурсы На которых мы Можем общаться Знакомиться Предоставлять Свои творческие таланты Объединение Это и кушковая работа И хореография Танцы Ну просто я делаю так Чтобы людям было интересно Форум стал площадкой Для общения молодежи Для обмена опытом И идей Его участники Смогли высказать Своё мнение По многим вопросам А также наметили планы Для дальнейшей работы Развития Программа Итоги недели Продолжит Еще один материал На тему Которая Для всех нас Очень важна Тема Это Насилие в семье Каждый человек Вступая в брак Должен брать На себя Ответственность За вторую половинку И за будущих детей Здоровые отношения Между мужчиной И женщиной Строятся На взаимоуважении И доверии Да Споры в семье Это обычное явление Тогда как Агрессия По отношению Кому-либо Из домочадцев Недопустима Задумайтесь Как часто В последнее время Вам приходится Слышать О громких Семейных скандалах Слезах Упрёках А порой И рукоприкладстве Часто Проблема домашнего Насилия Была и Остается По сей день А потому На ее решение Сегодня брошены Все силы Медиков Психологов И правоохранителей Остановить Такую Негативную Тенденцию Можно Только Вместе Накануне В доме Правосудия Города Обреста Прошло Родительское Собрание Стоп Насилия Где представители Правоохранительных Органов Пообщались С семьями В которых Ранее Были Как бытовые Ссоры Так и Доходило До рукоприкладства О том Какой Должна Быть Здоровая Семья И как Уберечь Психику И здоровье Своих Детей Узнаете В следующем Сюжете Выпуска Самое важное И ценное Что есть В жизни Человека Это семья Она Главная Опора Основа Стабильности И надежности И источник Мудрости Семья Это тепло И поддержка Которые Мы испытываем По отношению К близким Людям В ней царит Любовь И забота Которые Делают Нашу Жизнь Насыщенной И счастливой Семья Это место Где все Собираются Вместе После долгого Дня Делясь Радостями И печалями Но сегодня В современном мире Самое ценное Слово Семья Ушла В небытие В большинстве Случаев Нет Совместных Семейных Ужинов Занят С собой Со временем Такое отношение Друг к другу Приводит К бытовым Проблемам Семейным Скандалам Слезам Упрекам А порой Употребив Алкоголь И к рукоприкладству Это и есть Насилие В семье Физическое И моральное Насилие В семье Это актуальная тема Как для Всего государства Как для Всех субъектов Профилактики Так и Конечно же Для системы Министерства Внутренних дел Самая актуальная Проблема Это 99% Случаев Это конечно же Алкоголь Это злоупотребление Одним из членов Семьи Алкоголем Зачастую Обоими членами Семьи Это конечно же Основная проблема Есть понятие Семьи В которых дети Признаны Находящиеся В социально Опасном Положении Так вот На сегодняшний День у нас 44 таких семей И в них воспитывается 88 детей Абьюз Это слово Прочно вошло В лексикон Современных людей В семейных отношениях Он проявляется В различных формах Физическом И психологическом Сексуальном И экономическом И каждая из них Оставляет Глубокие Психологические Эмоциональные раны На жертве Насилия Потому Говорить о семейном Насилии Не стыдно Напротив Замалчивать Проблему опасно Ведь очередная Семейная ссора Может привести К необратимым последствиям И самое страшное Страдают Дети Насмотревшись На непрерывные Ссоры И скандалы Родителей Ребенок Каждый день Находится В состоянии Постоянного Напряжения Это влияет На физическое И эмоциональное Развитие А также Приводит К серьезным Проблемам Законам Ведь в таких Семьях Дети Не получают И не знают Что такое Любовь и забота Поддержка И счастливая Жизнь Они Так и остаются Неуслышанными У нас существует Еще понятие Скрытое неблагополучие Те семьи Где На бытовом уровне Употребления Алкоголя Конфликты Которые Слышны Только Их детям Родным И близким Когда скрываются Женщины Или наоборот Мужчины Так конфликтная Ситуация В том числе Физическое Психическое Насилие Ведь это и есть Неблагополучие Влияющее В дальнейшем На физическое Психологическое Состояние Наших Деток Несовершеннолетних Сколько Их Очень трудно Сказать Мы надеемся Что их Немного Почему мы Подняли Такую Проблему Потому что Именно сегодня И сейчас Мы видим Насколько Неприятная Ситуация У наших Деток Приводит В том числе И к совершению Пара суицидов В том числе И к совершению Преступлений И правонарушений В целом Анализ Все этой ситуации Я думаю В республике Тоже говорит о том Что насилие есть Просто Оно Может быть Скрытым И Не доведенным До Скажем так Всех остальных Субъектов Профилактики Озвучено было Количество Признанных Находящихся В социально опасном Положении Но это Те дети Когда уже Действительно Субъекты Начинают Работать Вплотную И стараются Помочь Как родителям Найти Компромисс Как научиться Разговаривать Как наверное Обратить внимание И правильно Начинать Воспитывать И заниматься Воспитанием И содержанием Своих детей Ситуации в семьях Бывают разные Стандартные И нестандартные Семейных конфликтов И скандалов Не избежать Об этом Не раз говорилось Как на открытом Показательном Заседании Суда Так и на Родительском Собрании Которые Проходили В Доме Правосудия Пример тому Семья Степановых Людмила И Владимир Воспитывает Четырех Сыновей Прививают Им Важные Ценности Кроме того Супруги Регулярно Общаются Со своими Сыновьями И проводят Время Вместе Они Поддерживают Их И помогают Им в решении Но даже у них Изредка Происходит Недопонимание Должно быть В семье Порядок В первую очередь Порядок Должно быть Доверие Благополучие Что в семье Происходит Они конечно Это все видят Дружеские общения Отношения Видят что в семье Происходит И замыкаются Получается Уходит не в то Окружение Которое должно быть Они потом Все это Как-то в себе Все это сохраняют И потом Когда вырастают Как-то у них Как-то Проносит Выплескиваете В любой здоровой Семье Силю, ссорам и страху Семья Должна быть Местом Где каждый ребенок Чувствует себя Защищенным И любимым Красота Окружающего мира Заключенного В картины Выставка С лентой Наедине Открылась В артпространстве Центральной Градской библиотеки Ее изюминка Необычная техника Автора работ Амарины Чистяковой Вышивка лентами Это одно Из древнейших Видов Народного рукоделия Корни Которого Уходят Во времена Когда шелк Приравнивался К золоту И позволить Им украшать Одежду Могли только Знатные люди Этим же Рукоделием Марина Занимается Более 20 лет О мастерстве Автора И любви К творчеству Расскажет Василина Бускевич Марина Чистякова Работа Работа выполнена В технике Вышивка лентами Они всегда Объемные Всегда Очень Необычные И всегда Привлекают Внимание Из лент Наверное Больше всего Получаются Цветы Конечно Можно делать Из животных И птиц Я еще делаю Животных Пока не пробовала Первая персональная Выставка Марина Чистякова Прошла в 2014 Году В Минске Теперь же В копилке Мастерицы Множество Рождественских Пасхальных Благодарительных Выставок Ярмарок А также Фестивали В разных Городах От пространства Библиотеки Как выставочного Зала Выбрано Не случайно Марина Добрый друг И товарищ Местной Инициативы Читающий Бульвар Мне кажется На абонементе И вообще Библиотеки Стала намного Светлее И Какая-то Положительная Энергетика Эти картины Да Что мне нравится Еще Что мы Ну вот Уже 4 года Марина Георгиевна Закутничает С нашей библиотекой Это вторая Выставка Прошлая Пользовалась Ну такой Очень Скажем так Вешенной Популярностью У нас в библиотеке Приходили Наши читатели Читатели Как сарафан И радио Рассказывали Об этой выставке На одну такую работу Требуются от недели До месяца В день Не меньше 4-5 часов работы Каждой картине Требуется персональный подход Очень много Зависит от того Как те или иные цветы Выглядят в жизни Нужно добиваться Конечно Пытаться Из обыкновенной ленты Сделать Именно Живые цветы Сначала Изучаешь Ботаническую композицию Как выглядят Лепесточки Цветочки И как можно Сделать их лентой Что-то получается Что-то не очень Но в общем Я считаю Что получается Посмотреть и тут же Влюбиться в кропотливую работу Марины Чистяковой Можно и нужно В арт-простанстве Центральной городской библиотеки Выставка продлится До 30 сентября Василий Набуцкевич Дмитрий Литвинюк Юрий Лимонтович Новости Бреста Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Многократный чемпион мира И Европы По армрестлингу И самый титулованный Армрестлер в Беларуси Все эти достижения Принадлежат Брещанину Виктору Брачене Более 20 лет назад Спортсмен начал Тренировки В старом Сельскохозяйственном Помещении Где периодически Не было отопления Теперь же он покоряет Лучшие мировые площадки В этот летний сезон Виктор побывал сразу На трех престижнейших Соревнованиях мира И отовсюду приехал с победой О поездках, травмах, Личных рекордах И организованных им турнирах Признанный во всем мире Спортсмен поговорил С нашей съемочной группой Первый чемпионат мира Для Виктора Брачене Прошел его 16 лет Там он завоевал Бронзовую медаль Которая подарила Лишь горечь, разочарование И мотивацию двигаться дальше Сегодня он 20-ти кратный Чемпион мира А всего в копилке Спортсмена 75 медалей 48 из которых золотые Наверное начну С чемпионата мира Потом проходил 24 августа По 3 сентября Я там завоевал Две золотые медали Это уже 19-я и 20-я Золотая медаль Чемпионата мира Все начиналось в этом году В июне месяце Это был чемпионат Европы Кишинев-Молдова Два золота После этого в июле Через месяц В Загребе В Хорватии Левая и правая Рука в весовой категориях Золото И также проводили На определение Абсолютного победителя Кубка мира То есть золотая медаль В этот прекрасный кубок Приехали в Беларусь Чему-нибудь чрезмерно На рад И вот то, что я рассказывал Закончил сезон Еще через месяц После уже Кубка мира С двумя золотыми медалями С чемпионата мира С Казахстана А ведь врачи Пророчили ему Инвалидность детства Сомневаюсь в том, что Мальчик когда-либо Сможет начать ходить Шесть операций на ноге И детство в больницах Внутренний стержень спортсмена Не позволил ему сдаться Его сложно представить Вне спорта Выступление на соревнованиях Спортивное образование Работа сначала В управлении спорта А сейчас тренер В Брестском фитнес-центре И на достигнутом Виктор Браченя Останавливаться не намерен Здесь уже ты соревнуешься Сам собой Потому что Жизнь Спортивная жизнь Это та же жизнь Только Хочешь прожить Максимально достойно Чтобы Быть примером Для подражания Своих детей Мотивировать Не только Служить для деток Но также Других спортсменов Что все возможно Можно выигрывать Не обязательно Жить там В крупном городе То есть я сам родом Изматыкал Можно и нужно Добиваться успеха Главное верить Победы куются в голове Поэтому Если ты веришь В успех То он непременно Придет Столько раз Оставаться лучшим Сложная и кропотливая работа Тем более Что достойных Конкурентов У Виктора много О самом трудном И решающем Поединке в карьере Спортсмен вспоминает С улыбкой И легким волнением Самый сложный Поединок За всю мою карьеру Спортивную Это был На чемпионате мира На левую руку Получается Первая схватка У меня была С моим соперником Хорватом Сначала фол у меня Потом фол у него Потом я его выигрываю То есть По времени Как три полноценных Таких серьезных Поединка Я выхожу в финал Без поражений Он всех выигрывает Финал с поражениями В финале У нас идет борьба До двух поражений В финале Он меня выигрывает У нас по поражениям 1-1 То есть Уже Проблема Скажем так Уже больше Был шанс Что победит он Но и опыт И стремление К победе Ну конечно же Мастерство Сыграло свою роль То есть Я выхожу Всегда Чтобы добиваться Победы На максимальный результат Поэтому В принципе Попал он Скажем так В мои сети То есть Я Мы боролись Это полминуты Это очень долго Для армейстинга Это целая вечность Но Слава Богу Золотая медаль Трудовая Моя И вот На следующий день На правую руку Уже он завоевал Бронзовую медаль И у меня получается В финале Был спортсмен из Украины То есть Я его победил И стал уже 20-кратным чемпионом мира Тренируется спортсмен регулярно И неудивительно Личная планка Для него 100 золотых медалей Однако Сейчас он ненадолго Прервется Ведь впереди Важная операция На локоть правой руки Тренировался я 3-4 раза в неделю По 2 часа Сейчас операция До нового года Буду восстанавливаться После нового года Уже будут полноценные Тренировки Чемпионат Европы Пока планирую пропускать Планирую пропускать Хотя Могу выступать На левую руку Только Но я хочу Подготовиться Непосредственно На чемпионат мира Потому что Он будет проходить В Гане В столице Гана Акра Будет Очень серьезный уровень Поэтому я Буду делать ставку Только на одни соревнования Спортсмен не только Участвует Но и сам Организовывает соревнования В частности В Бресте Прошел первый турнир По армрестлингу На призы Заслуженного мастера спорта Виктора Брачени Есть ребята Которые тренируются То есть У нас Братья Не только Как спортсмен Но и организатор В этом году В марте В Бресте Провел Впервые Состоялся Чемпионат Беларуси По армрестлингу С единичными женщин До этого К нам Никто Не было Организатора Кто мог бы сделать Так же 22 июля Я провел Турнир На призы На свои призы То есть Там был отличительный Такой момент Что Медали были С первого По шестое место То есть Первое, второе, третье Большие медали И четвертое, пятое, шестое Малые медали Так же Для всех спортсменов Был организован Куршет Совершенно бесплатный Конечно же Поэтому в следующем году Этот турнир получит Статус международного Поэтому Буду ждать гостей Из ближнего Зарубежья То есть Ребята есть Ребята растут Только вот В этом году Девять спортсменов Которые тренируются В Дельте Приезжают бороться Девять человек Выполнили на мотив Кандидат в мастера спорта Вот и сейчас В эту субботу В фитнес-центре Дельта Прошли любительские соревнования Парам рестлингу Для мужчин всех весовых категорий Осудил их Наш герой Виктор Браченя Море тестостерона Напряженная борьба И победное ликование В Дельте нынче было жарко В дуэлях между сильными И опытными атлетами Часто решающий фактор Не сила А ловкость Тактическое мышление И техника Я считаю Что это Достаточно крутой Способ Провести свое время На выходных С пользой И спортивное движение Оно создает Такое коммунити Здорового образа жизни Это круто Замечательный человек Отличный спортсмен Вот Мы все ему благодарны За проведение Таких соревнований Вот И я скажу Что он Значительно поднял уровень Армрестлинга В Бресте И не побоюсь этого слова В республике Спортсмен Семьянин Патриот Все эти качества Идеально описывает Виктор Браченю Он отмечает Что всех этих достижений Не было бы Если бы не поддержка Любимого города И родной области Хочу поблагодарить Не совсем так Как хотелось бы Да Но слава богу Что уже это Постоянная такая Поддержка Которой мне Действительно Так не хватало Надеюсь Что в следующем Уже году Немножко будет Легче Именно Подготовки И Поехали к нас Виноват Василина Буцкевич Дмитрий Литвинюк Юрий Лимонтович Новости Бреста Это были Итоги недели У которых Как всегда Свои герои И свои события Какими их Увидели Корреспонденты Бук-ТВ Жизнь всегда Проще Если понимаешь Как и что Происходит Мы встретимся Снова уже На грядущей неделе Будут новые темы И новые герои А если вы знаете То, что неизвестно Нашим корреспондентам Звоните номер В Бресте 54-63-67 Ну а мне Остается только Добавить Это было Ваше телевидение Семейный канал Бук-ТВ И Анастасия Милишкевич Говорю вам До встречи И как всегда Желаю Мира, стабильности Здоровья И добрых новостей В ваших домах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok